Чтобы ответить на вопрос, ради чего каждое лето россиян заставляют страдать, мы приехали на Петрозаводскую теплоэлектроцентраль. Она снабжает почти все районы города горячей водой и обеспечивает работу более 23 километров магистральных тепловых сетей. Чтобы исключить аварии и внеплановые отключения, проводят профилактику, ремонт и замену устаревших участков трубопровода. В рамках профилактических работ на магистральных тепловых сетях мы проводим гидравлистское испытание, дальше проводим обслуживание запорно-регулирующей арматуры, чистка грязевиков, настройка компенсаторов. Во время профилактики давление в трубах повышают. Так находят свищи, через которые протекает вода. Чтобы не выкапывать весь неисправный участок, используют акустическое оборудование для точечного определения места течи. Раньше на работы по профилактике отводилось три недели, теперь срок сокращен до 14 дней. – Возможно ли сократить как-то срок вот этих профилактических работ? – Вы знаете, мы сейчас и так работаем как бы на пределе, и тот срок, который нам предписан санпином, он минимальный, за который промежуток мы сможем действительно качественно подготовиться. – Одной профилактикой и устранением протечек не обойтись. Трубы ветшают и требуют ремонта. Поэтому круглый год ведётся замена старых теплотрасс, которым больше 35 лет. На месте работ делают врезку в действующую трубу и наводят временный водопровод. Когда работы окончены, то же самое делают на следующем участке. Это позволяет проводить реконструкцию старых сетей без отключений граждан от горячего водоснабжения. На данный момент ТЭЦ переложила все трубы в центре города. Это порядка пяти километров. Судя по всему, пока без ежегодных отключений воды не обойтись. Это необходимость, с которой остаётся смириться. – Вы сами пользуетесь тазиками или всё-таки у вас бойлер? – Ну, у нас как бы… У меня бойлер, да, непосредственно электрический поставил я пять лет назад. До этого она, наверное, тоже как бы пользовалась тазиком. Ну и пытался в эти моменты брать как бы отпуск для того, чтобы покинуть, может быть, уехать на дачу и так далее. Но это всё ещё раз говорю временно. – Те неудобства, которые существуют летом, они с лихвой перекроют те возможные неудобства, которые будут зимой. А горячую воду дадут уже послезавтра, 9 июля. Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей.